Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальностью и обучаю людей, каким образом, с помощью изменения своего мышления, менять то, что с тобой происходит. И сегодня я хочу поговорить на классную тему о том, как найти своих людей, потому что уже ни для кого не секрет, что окружение это то, что нас создает и формирует, и что благодаря тому, с кем мы общаемся, с кем мы находимся рядом, в общем-то и происходит наш рост вверх, наше нахождение в какой-то такой замерзшей несколько среде обитания, либо наоборот, плавно и незаметно мы куда-то скатываемся вниз. И существует, конечно, огромное количество методов подсчитывания и высчитывания, как люди влияют на нас, но, собственно, суть не в этом. Суть в том, насколько нам комфортно где-то быть, потому что уж если вы лузер, ну, простите, вам комфортно всегда будет находиться с людьми, у которых ничего в жизни не происходит, которые особо никуда не растут, никуда не развиваются, потому что рядом с ними вы будете чувствовать себя обычно, комфортно, вы будете себя ощущать как, в общем-то, нормальный человек с такой историей, что все так живут. Обычно, когда рядом с нами находятся люди, которые стремятся куда-то вверх, люди, которым постоянно что-то нужно достигать, люди, которые хотят постоянно больше зарабатывать, стать лучше, чего-то еще там достигнуть и идти вперед, если вы другой человек сам по себе, вы будете на этих людей, ну, простите, катить бочку, вам будет с ними очень некомфортно, вы будете находить в них все негативное, а даже будете говорить, что вы не хотите находиться рядом с такими людьми, потому что они думают только о деньгах, или они вообще бесчеловечные, ничего человеческого, им вообще не чуждо, в общем, какие-то такие люди, которые вам не нравятся. Как правило, это сопротивление просыпается в нас потому, что нам не нравится рядом с ними ощущать себя неуспешными, то есть мы понимаем, что эти люди имеют больше, бегут больше, куда-то стремятся, а нам некомфортно, нам так вот хорошо тихонечко сидеть, чтобы нас никто не трогал. Вот, поэтому, конечно же, каждый себе подыскивает ту среду, в которой ему будет комфортно. И успешный человек никогда не сможет находиться рядом с людьми, которые ноют, которые все время недовольны, которые постоянно кого-то обвиняют в том, что все плохо, все не так, просто не сможет. Успешный человек всегда окружит себя другими людьми. Но что делать, если вы решили перейти, например, вот перейти на другой жизненный уровень? Вы приняли решение, что вы хотите развиваться, вы приняли решение, может быть, вы смотрите мои видео, что вы хотите менять, меняться сами, менять людей, с которыми вы общаетесь. И первое, конечно, вот этот первый уровень, когда у нас возникает такое желание, на первом уровне всегда появляется страх, что меня никто не поддержит. И самое главное, а как мне, имея вот тех людей, которых я имею вокруг, как мне найти других? Во-первых, кому я буду интересен, ведь я же нудный, еще не такой успешный, каким я стремлюсь быть, вообще у меня ничего нет. Синдром самозванца включается практически всегда. Ну и второй момент, это, конечно же, то, что мне придется отказаться, но они же друзья, что они обо мне подумают. В конце концов, мы с ними вместе многое прошли, и что мне вообще от родителей отказаться? В общем, наши страхи начинают рисовать нам эти картины. И вот в 3,5 минуты я рассказываю только о проблематике, а думала это видео вместить в 6 минут. Видите, краткость не мой конек. Но я хочу, чтобы вы осознали, что это нормальная движуха, когда появляется желание изменить окружение, и когда вместе с желанием появляются страхи. Так вот, где же взять этих новых людей? Ну согласитесь, классно было бы, чтобы рядом с вами были люди, хотя бы как вы, которые стремятся классно, еще лучше было бы, если бы были те, которые уже на несколько шагов впереди, потому что они бы могли вас поддержать, они бы могли вам рассказать, что делать, дать рекомендацию, помочь пережить вот эти сложные моменты, которые вы переживаете сейчас. Где взять этих людей? Помните, как Крокодил Гена и Чебурашка, они там развешивали объявления и строили дом друзей. Вот в нашем с вами мире стало это делать гораздо проще, потому что многие люди по-прежнему говорят, ну что, куда мне пойти, на улицу что ли пойти, ходить, значит, и говорить, будешь ли ты со мной дружить? Ну конечно же нет, у нас сегодня с вами есть онлайн. И это не история про то, чтобы забрасывать в фейсбук сообщение, давай будем дружить. А дружба возникает в местах, куда люди приходят, имея одинаковые ценности и имея одинаковую мотивацию. А происходит это благодаря таким людям, как я в том числе и огромное количество других, которые создают сообщества в виде различных тренингов, марафонов, обучающих курсов, клубов по интересам, которые часто рождаются. То есть, когда люди приходят и каждый изначально открыт, потому что такой человек, как я, стоит с объявлением, да, у нас здесь дом для таких. И все, имея глаз народа, да, имея возможность общаться с большим количеством людей через те же социальные сети, через различные маркетинговые приемы, с помощью которых вы, в общем-то, знакомитесь со мной и с другими людьми, вот мы как бы завоевываем внимание аудитории. И у вас появляется прекрасная возможность, что когда вы, например, решили, к примеру, прийти на рерайтер жизни или прийти на курс, я не знаю, похудения, вот какой-то там марафон, вы приходите с такой целью, и туда же приходят еще десятки, сотни, а порой и тысячи людей с похожими целями. И в этом случае все открыты друг для друга, потому что все друг друга понимают, никому не нужно объяснять, почему я сюда пришел, почему мне нужна поддержка. Все люди имеют вот эту, знаете, эту прививку, все привиты одним и тем же желанием и стремлением. И в этом случае как раз и зарождаются настоящие классные отношения, потому что все общаются через привет, как здорово, классно, а я, а я. Каждый может рассказать какую-то свою историю, каждый понимает проблематику друг друга, потому что, на удивление, мы очень разные люди, но при этом мы все с вами имеем плюс-минус одинаковые проблемы в контексте своего роста, в контексте своего развития. Кто-то нас поддерживает, кто-то не поддерживает, кто-то переживает какой-то такой период жизни, кто-то другой, но все это группируется и все это похоже. Поэтому хочу вам сказать, что когда вы рассматриваете какие-то площадки для роста, развития, и переживаете, что вот если вы пойдете, например, сейчас на рерайтер жизни ко мне, ну, я, естественно, ставлю примеры на себе, глупо было бы говорить о каком-то другом. Но это, в принципе, касается всего. То есть, когда вы думаете, ну, как я пойду, и мне будет так сложно, меня близкие не поддержат, пусть меня будут слугать своим друзьям, я не могу этого сказать, потому что они к этому не готовы, никогда об этом не переживайте. Потому что именно в эти места, куда вы приходите обучаться, приходит еще огромное количество людей с такими же страхами, с такими же желаниями, с такими же проблемами, надеждами и прочими вещами. Вот, собственно, и все. И вы абсолютно спокойно, вы абсолютно свободно найдете себе там новых друзей. Я вам скажу больше. Я, например, отношу себя к людям-социопатам. Я очень, ну, скажем так, сложно, особенно, если говорите себе раньше, вот, прежней своей версии, скажем так, не обновленной, я очень сложно подпускала к себе людей. И несмотря на то, что я публичный человек, несмотря на то, что я много там выступаю, коммуницирую, при этом вот близкий контакт с незнакомым для меня человеком всегда для меня происходит такой, ой, мне сейчас надо заговорить, вот. То есть выйти на огромную аудиторию и разговаривать не проблема, включить камеру не проблема. А вот так, face-to-face с незнакомым человеком первый контакт для меня всегда достаточно дискомфортный. Вот. Но тем не менее я также, как и вы, принимаю участие специально в различных там обучающих программах своего, ну, те, которые мне больше там нравятся по уровню, по форме, вот. И тоже их стараюсь коммуницировать. И классно, когда, например, там мы совпадаем по кругу, конечно, когда собственник с собственником, да, коммуницирует. Люди определенного достатка уровня коммуницируют с людьми такого же уровня. Когда вы можете поговорить друг с другом на понятные темы, на понятную проблематику друг для друга. Потому что, конечно, проблематика в зависимости от уровня у каждого из нас своя. Она не плохая и не хорошая. Она там не делится. Она просто понятная или непонятная тебе по болям сейчас, да, потому что тебя волнует как бы. И это схоже. Поэтому, когда вы думаете об окружении, прежде всего понимайте, что вам необходимо найти место, где вы хотите расти. И окружить себя такими же людьми, которые хотят расти. И это будет для вас наилучшее окружение. Именно там может зародиться классная дружба. Потому что среди верайденца у нас людей, которые доходят уже в Big Club и продолжают работать друг с другом уже практически там более полутора лет. Я могу сказать, что это очень классно работает. И из собственных примеров тоже могу сказать, что новые люди классные появляются именно тогда, когда мы где-то знакомимся. Именно связано с форматом повышения. Потому что вот этот рост это то, что нас вместе объединяет. Я вам скажу даже больше, что вот если вот я, например, прихожу в какую-то компанию, где люди просто сидят за столом. Они могут быть очень успешны. И мы начинаем с ними разговаривать. Вот такого объединения все равно обычно не возникает. Потому что мы пришли, там кто-то пришел выпить. Кто-то там со своим ребенком. Кому-то вообще непонятно, кто ты. Тут там, что с тобой говорить про работу. Про какие-то такие вещи, которые тебя волнуют. Но стоит тебе попасть именно в общество, куда все пришли с одним запросом. Все становятся открытыми друг для друга. Ты сразу же заводишь кучу каких-то классных полезных знакомств. И казалось бы, ты человека можешь не знать. Но ты ему говоришь, слушай, у меня есть такой запрос. И он тебе как к своему говорит, да конечно, я тебе помогу. Это как вот знаете, такое объединение, как в сказке Маукли. Помните, как что мы с тобой там дети одной крови. И все животные помогали малышу Маукли выжить в этих джунглях. Поэтому используйте это, пожалуйста. И если вы хотите расти и развиваться в контексте изменения своего мышления, в контексте изменения своей жизни и управления своей реальностью, то конечно же Рерайтер Жизни лучшее для этого место. Обязательно приходите на мой бесплатный мастер-класс, который называется ProReriter, который проходит в конце месяца. На сайте у меня ссылочки, можно записаться на него, где вы сможете узнать, что это такое, с чем там живут, подходит ли вам это и каким образом Рерайтер Жизни меняет уже десятки тысяч жизней людей. Поэтому классного всем дня. Оставляйте свои комментарии под видео. Для меня это ценные ресурсы, ваша благодарность. И до скорых встреч. Классного вам окружения. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok